всем доброго дня очень много роликов ю тубе пересмотрел по поводу вентиляции картерных газов по поводу маслоуловителей и вот сам хочу тоже поделиться частично в ю тубе посмотрел частично сам придумал в общем конструкция получается быстро и дешево называется из серии канализационный тройник на 32 муфта чтобы удлинить стакан от стойник и три заглушки 1 снизу и 2 сбоку здесь я просверлил отверстие на 13 миллиметров и вставил обычный ниппель от колеса здесь выкрутив естественно как его клапан вот сейчас снимем и посмотрим сколько у нас тут воды накопилось там не только вода честно говоря накапливается там накапливается смесь воды и масляных паров и вот здесь у нас вот булькает вода так сфокусируясь специально пущу эту воду по крылу чтобы было видно количество воды вода и вот масляные пятнышки небольшие вот они вот она это масляное пятно она вместе с эмульсией попадает туда самое интересное вот что меня удивило я думал что картерные газы пары масляные так далее будут идти по основному шлангу суппана по толстому в кастрюлю но кастрюлю у меня сухая но сюда все-таки поставил сантехническую приблуду я даже не знаю как она называется просто понравилась сама конструкция я ее откручиваю вот так и вот здесь на стеночках чуть-чуть конденсируется масло чуть-чуть я его периодически откручиваю смотрю но она не у меня никогда не забивается вообще никогда вот иногда чищу там тряпочкой протру и как говорится обратно ставлю то есть у меня здесь никогда конденсата нет вот единственно на стенках сетки вот масляные пары образуется подсоса воздуха тоже нет там уплотнительная резина кастрюля у меня всегда сухая вот здесь могу открыть даже показать вот фильтр ну да он принципе пока еще не убит но здесь у меня всегда сухо абсолютно всегда не протирал я его перед съемкой могу вам доказать а именно вот по стенкам эти пыль если бы я тряпкой протер здесь было бы вообще без пыли были бы не было вот она пыль собираем обратно почему я хотел делать именно такую конструкцию потому что сырую погоду сырую погоду но сейчас осень весной такая же будет погода дождевые сыра и сыра и у нас воздух влажный и в картере двигателя и здесь скорее всего на крышке масляной образуется эмульсия но у меня ее не так много может быть из-за того что я использую вот эту вот приблуду даже внутрь вам покажу тут у меня эмульсии практически нет только чуть-чуть на крышке закрываем обратно так и по поводу внутренней части внутри здесь стоит у меня обычная губка металлическая для посуды и получается у меня он стоит вот в таком положении вот отсюда через ниппель заходит этот эти газы проходят они газы там пары масла пары воды и так далее здесь все-таки она немножко конденсируется и выпадает в осадок соответственно вот сюда вниз сейчас мы это все конечно вытерем внутри то что там грязи много честно говоря так чем мы будем вытирать есть у меня штатива нет ничего нет вы уж извините буду все на руках и вот прям при вас при вас специально чтобы не подумали что видео там монтировал что-то там на придумывал от себя нет ничего не придумал конструкцию увидел ютубе но все ставят почему-то эту конструкцию на большой шланг сапуна но на самом деле оттуда у меня идет вот может быть у всех по-разному идет идет но именно в моем случае у меня большой шланг сапуна он чистый всегда а вот через малый шланг который идет от щупа так 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 вот он идет от щупа вот здесь основной здесь маленький шланг он идет этот шлаг через вот этот очиститель который я там сделал самодельный в подушку карбюратора ну и соответственно когда мне вот этой приблуды не было у меня было эмульсии много под крышкой клапанной и двигатель на прогреве частенько вытянешь подсос минуту полторы поработает обороты падают а сейчас у меня вот такого нет вот честно вам говорю ну на этом наверно все а то видео слишком будет длинным сейчас я почищу тройничок вот этот обратно поставлю сейчас поставлю на паузу все соберу продолжаем видео в общем я его продул ну прочистил обратно поставил буквально ушло две две минуты где-то грубо говоря вот здесь я вот вылил на крыло воды ну наверно где-то здесь набралось у меня граммов 40 50 это все зависит от погоды самой какая она солнечная сухая там сырая дождливая от этого все зависит чем влажнее погода тем быстрее она забивается точнее наполняется я никогда ну не доводил чтобы она прям у меня залилась но забилось так собираем гайки ставим карбюратор у меня до сих пор стоит от наили мухаммедовича с олекс нареканий к этому карбюратор у меня никогда не было и скорее всего не будет я еду езжу на нем очень долго на этом карбюраторе да иногда бывают зачищу ну забьется какой-нибудь жиглерчик там холостого хода вот вытащил продул почистил завел и поехал дальше так что у меня нареканий к этому карбюратору нет совсем нет ну я думаю на этом все как говорится всем все понятно всем все ясно ну все мужа можно наверно заводить заводить это у меня моргает этот тахометр на пятерке нет тахометра просто это самодельный китайский не самодельный а точнее китайский его тут приколхозил ну всем всего хорошего как говорится любите своих ласточек и они тоже вас не будут огорчать всем пока